23 марта на 71-м году жизни скончался глава Симбирской митрополии митрополит Симбирский Новоспадский Прокол. До последнего своего вздоха архипастор нёс служение, возложенное на него Святой Матерью Церковью. Сегодня в Воскресенско-Германовском соборе Ульяновска состоялось прощание с дорогим многим горожаном Владыкой и его отпеванием. Митрополит Симбирский Новоспадский Прокол, умер у Николая Васильевич Хазов, родился 10 октября 1943 года в Ленинграде в семье служащих. Благочестивый юноша любил посещать многие храмы северной столицы. Но больше всего Николай любил Троицкий собор Лавры, то место, где впоследствии пройдет его рукоположение в епископский сан. Имея достаточные познания, приобретенные отчасти самообразованием, отчасти во время регулярных посещений богослужений, Николай в 1970 году поступает сразу во второй класс Ленинградской духовной семинарии. А уже в четвертом классе 5 января 1973 года митрополитом ленинградским и новгородским Никодимом Николай Хазов был посрежен в монашество с именем Прокол в честь святителя Прокола, архиепископа Константинопольского. Через два дня в праздник Рождества Христова монах Прокол был рукоположен в Адиакона. 19 сентября 1989 года решением святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена и святейшего в Синоды Русской Православной Церкви была возложена Ульяновская епархия. Епископом Ульяновским и Меликевским было определено быть викарию Ленинградской митрополии епископу Тихвинскому Проколу. 25 февраля 1998 года епископ Прокол возведен в сам архиепископа. В 2000 году владыка Прокол удостоен звания почетного гражданина Ульяновской области. 17 июля 2001 года Священный Синод возвратил Ульяновской епархии историческое наименование и утвердил титул ее правящего архиерея Симбирский и Меликевский. Решением Священного Синода от 26 июля 2012 года владыке присвоен титул Симбирский и Новоспасский. Он назначен главой новообразованной Симбирской митрополии. 1 августа 2012 года архиепископ Прокол возведен в сан митрополита. Во время управления владыки Прокола стали возрождаться приходы в Симбирске и других городах и висях Ульяновской области. Строятся величественные соборы и небольшие сельские храмы. Возрождаться монашеская жизнь в двух обителях нашего края. Открываться воскресные школы для детей и взрослых. Стало возможным получение православного образования для педагогов, военнослужащих и всех желающих. Миссия среди молодежи в учреждениях культуры, социальные служения. Регион, некогда считавшимся атеистическим, постепенно становился одним из самых выцерковленных краев России. Когда я приехал сюда в 1989 году, у нас насчитывалось девять приходов. Два прихода можно не считать, вообще семь приходов, 15 человек духовенства. Словом, была полная духовная разруха. Владыка Прокол всегда подчеркивал, что все это труды всех православных священнослужителей и мирян Симбирской земли. Но без молитвенной поддержки, его высокопреосвященства, без его мудрых слов, непосредственного участия во всех сферах церковного служения, эти усилия не могли бы принести столь обильные плоды. Сейчас временным управляющим Симбирской митрополии назначен архиепископ Саранский Мордовский Зиновий. Духовенство надеется, что священно начали русской православной церкви найдет достойную замену владыки Проклу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова